Танкисты, всем привет, всем хорошей стране, приятного просмотра. В сегодняшнем видео, как вы уже догадались, мы с вами будем сравнивать, что же круче на данный момент. Объект 268 и WZ-113 GFT. Возможно, кто-то из вас скажет, Вася, ну камон, ну ведь уже было такое сравнение. Да, пацаны, я вам подтверждаю, такое сравнение было. Но, на тот момент у ВАЗа была калибровка прицела. И сейчас, как вы помните, я не помню, когда это ребаланс очередной был, эту калибровку прицела у ВАЗы убрали. И именно калибровка, именно это снаряжение заставляло меня катать на китайской ПТ. На какое-то время я потом просто-напросто забыл про это ПТ-САУ. И сегодня, точнее вчера, вновь вспомнил. Ребята, тачка играется просто изумительно. Но обо всем, конечно же, поподробнее. Народ, снаряжение и амуниция сразу я вас могу предупредить, что будут немножечко отличаться. Потому что фишка этого танка как раз-таки в его выживаемости. И я делаю ставку, когда играю на китайской ПТ, как раз-таки на выживалку. Здесь у нас есть и динамическая защита, что я крайне рекомендую ставить. И в амуниции я ставлю плюс 108 ХП. Мне достаточно, в принципе, одной усиленной навесной защиты. Дополнительную навесной защиту я не ставлю, потому что хочу поставить все-таки улучшенное топливоды. И плюс утка по-пекински весьма неплохо будет смотреться. Итак, пацаны, давайте еще раз мы с вами вспомним. Итак, 1800 ХП здесь, 1908 ХП тут. Что у нас по броне? Здесь у нас 195 мм в лбу, 104 мм в бортах и 52 мм в корме. А ВАЗа вам скажет, что у нее 230 мм в лбу, 120 в бортах и 70 в корме. Народ, на самом деле по миллиметрам у ВЗ-113 брони больше. Но в ряде случаев и пробиваться она будет легче, просто потому что она очень большая. У нее нету таких вот, знаешь, рикошетных форм, как у того же объекта 268. Нету таких мега каких-то там экранов, которые будут непонятно не пробить, а ловить. Но, пацаны, броня у ВАЗа есть, особенно в ее лобовой проекции. И честно могу сказать, ребят, она играется от ромба. Итак, что у нас по обзору? Здесь у нас 264 метра, здесь у нас 260. Но, по сути, ПТИ не должны светить, но по большому-то счету. Маскировка 68 здесь, 65 здесь. Я думал, что разница будет существенней, но нет. Дальше у нас ДПМ здесь 2984, здесь 3001. Перезарядка 13,5 секунд, здесь 12,8. Дальше мы поговорим, пацаны, с вами по пробитию. Пробитие на основном типе боеприпаса. Здесь ББшка 303 миллиметра, на кумулях 380 и на фугасах 90. Китаец имеет чуть хуже пробития, 290 на ББшках, 375 на кумулях и 90 на фугасах. Но, как показывает вчерашний стрим, ребята, вообще всецело хватает этого пробития на ВАЗе. Я вам гарантирую. Сведение абсолютно одинаковое, 4,1 секунда. Разброс 0,344 тут и 0,321 у ВЗ-113. И могу сказать, пацаны, что танк заметнее более точный, чем Объект 268. У ВН здесь 7, здесь 6. И это очень чувствуется, ребята. Нехватка УВН на китайской ПТ-САУ очень чувствуется. Он сам, в принципе, не такой-то уж и низкий. Вот, и плюс еще и 6 градусов. Ну, короче говоря, маловато. Максималка здесь 48, здесь 38. Теговороженность 18, и 4 лошадей на тонны здесь 17. Скорость поворота корпуса 48, здесь 49. Ребят, корпус очень круто вращается у китайца. И это чувствуется. И повторюсь еще раз, и от этого она ромбуется тоже круто и эффективно. Возможно, кому-то из вас покажется наоборот ВАЗа круче в плане брони. Потому что, как вы все знаете, китайские тяжи, особенно если вспомнить ВЗ-113, у них имеют более рациональные углы приведенной брони. И нету никаких щучьих носов, как у того же 268 и УСА-7. И, возможно, кому-то покажется наоборот проще. И этот кто-то, пацаны, я. Ну что, предлагаю перейти в рандом. Ребят, сегодня, наверное, мы с вами сделаем такое исключение. И посмотрим два топовых боя и на одном, и на втором танке. И вы самостоятельно сделаете вывод. Почему я не катаю сразу же вот так вот сходу? Ну, потому что я решил посмотреть, зайдет ли вам такая рубрика. Народ, и предлагаю, наверное, все-таки начать с объекта 268. Я не знаю, вот по какой случайности. Либо же это вот у меня вот так вот изначально сложилось. Но почему-то на объекте 268 я чаще стою в кустах. Да, возможно, для кого-то из вас покажется это просто каким-то преступлением. Но вот так вот складываются, пацаны, обстоятельства. А на китайце я, наоборот, еду вперед. И, кстати говоря, и один, и второй реплей вам наглядно это будут демонстрировать. Вот, возможно, это из-за того, что для меня китаец более надежный. Ребят, как ни странно это звучит, китайский танк более надежен. Но действительно, ребят, он и танкует в более прогнозируемых ситуациях. Он и попадает именно в тех случаях, когда должен попадать. И мне это в нем больше нравится. Занимаем, пацаны, привычную кустовую позицию. Ну, как для ПТ-САУ на этой карте. И просто выжидаем, ребят. Просто ждем, пока кто-нибудь под нас подставится. И этот будет бой. Ребят, я не знаю, как мне так повезло. Кто-то, возможно, скажет, что зачем нам показывать самые крутые бои на этом танке. Ребят, я на этом танке по заказу одного из подписчиков скатал два раза. Всего лишь два раза. И оба мастера, ребят. И я не выбирал бои. Понятно, что в основном у вас будут бои на 3, 3 500. Но не будет таких вот прям откровенно слабеньких боев на полторы, на две. Ну, если, конечно, только вам, например, с командой очень сильно не повезет. А так эта ПТ-шка смело держит 3-3,5 тысячи урона. Итак, первую точку мы выдали с вами по Ка-91. И, кстати говоря, не засветились. Вот что могу сказать в пользу этого танка, так это его маскировка. Казалось бы, разница всего лишь в 3% между китайцем и советским танком. Но почему-то, я не понимаю, почему маскировка прям ощутимее лучше вот тут. Это факт. Ребят, самое печальное сейчас, что может происходить, это то, что у нас с правой стороны, то есть точку С уже захватывает и обходит нас, соответственно, с того фланга, с фланга СТ. Где наш Т-54? Ну, вот вы увидели, где наш Т-54, и счет становится 0-2. Но, слава богу, сейчас забирают Ка-91. Но все равно у нас очень жесткий перевес. Когда сливается СТ-фланг, пацаны, это просто сразу же до свидания. Почему я не еду вперед, спросите вы? Ну, может быть, у вас у кого-то возник такой вопрос. Ребят, да по той простой причине, что тут надо встречать. Ну, здесь 100% тут к бабке не ходи, они будут объезжать, 100%. Мы в ближайшее время видим, вот как сейчас, например, Прогу. Спасибо ему большое за то, что он вообще поехал через центр, хотя очень странно. Вот, и Шерика будем ждать, который забрал два фрага, который, ну, хоть что-то, да, наверное, смыслит в этой прекрасной игре. А он нас высветит. И, ну, наша результативность на первой линии будет просто нулевой. Ребят, спросите, а чувствуется ли это Альфа-670? Ведь у 268 повышенная Альфа. Пацаны, могу сказать, нет, ни хрена не чувствуется. У меня вчера на WZ-113 GFT вылетала такая смачная топовая Альфа. Ёппарас, от 268 бы позавидовал бы. Там и 700, и 738 вылетало. Я не знаю, что, что нашло на мой танк, на мой советский танк. Обычно просто я не играю так на 268. Обычно все летит мимо. Здесь каждая тычка. Обратите внимание, ноль промаха у меня на 268. Можно было попробовать фугасом, но он стоит в кустах. Я не особо вижу отрисовку его брони. Поэтому кидая на верочку ББшкой. Чувствуется ли разница в пробитии? Нет, ребят, тоже я не могу сказать вам, что чувствую колоссальную разницу между пробитием китайца и советского танка. Нет. В итоге, факт в чем? В том, что с одной позиции накидано 4,5 тысячи урона. Да, ребята, и это кустовой геймплей. Вы можете в комментариях писать тысячу раз, что вы играете по-другому. Пацаны, ради бога, я играю на это ПТ, так как требует на то обстоятельства. И в данном случае я решил отыграть именно от кустов. Потому что, ну, понял, что возможно, получу, например, с правой стороны от торта, если буду перекатываться. Возможно, я испугался СТЛТ, которые могут обойти на сзади. То есть, я играю, я смотрю по обстоятельствам. Я не упертый дундук, который думает. 268, это прорывная ПТ. Я еду вперед, я еду на первую линию. По-другому он не играется. Ребята, прикол этого танка в его вариативности, поймите вы меня. Это очень, наверное, самая универсальная ПТ на 10 уровне. И я ее использую как раз-таки по назначению. Когда-то она стоит в кустах, когда-то она рашит направление, продавливает фланг. Но извините, пожалуйста, если фланг полностью слит СТшками, о каком вообще прорыве может быть речь? Тут выжить бы самому и хоть что-то настрелять. Но, слава богу, настрелять получилось, и получилось неплохо. 5200 урона. Вот. Точки превосходства вроде как даже не на нашей стороне. Хотя ситуация вроде как выигрышная. Но, ребят, просто-напросто дело все в том, что у них вовремя подсуетился Т95-6, который решил почему-то перезахватить точку. Ну, видимо, ребят, видимо вот так вот. На самом деле, на самом деле здесь можно было спокойно проигрывать, если бы он забрал вот этих вот двух шотов. Шотов-а-шотов. Но он не додумался до этого. Ребят, 6155 урона. Максимальный комфорт от этого танка я испытал в этом бою. Прошлый бой, который я вам не показал, был сыгран прямо вот до этого боя был, пацаны. Пять с половиной тысяч урона. Там был более или менее такой же гипплей. Здесь просто максимально показано, что такое 268, когда стоит в кустах. И это опаснейшее ПТ, ребят, опаснейшее ПТ. В итоге мы с вами имеем 6155 настрел и 1431 чистого опыта. Могу сказать по секрету, ребят, что следующий бой, который вы посмотрите, будет чуточку больше по количеству опыта. Ну что, переходим дальше. Народ, на самом деле мне очень важно ваше мнение. Вот напишите, пожалуйста, не поленитесь каждый под этим видосом, насколько вам принципиально важно видеть в сравнении двух танков именно бои, записанные онлайн. Мы с вами можем решить, что либо мы при сравнении выбираем все-таки такой способ. То есть я катаю на каждом танке по два боя. Либо же иногда, но все-таки мы будем с вами показывать вот такие бои. Ну то есть для того, чтобы хотя бы иметь понимание потенциал танка, что он себя представляет на данный момент в рендоме. Вот. Я думаю, что, например, вот как в этом случае, когда я отыграл на ВАЗе вчера целый стрим, ну можно сделать исключение. Потому что, ну как бы вы видели, как он играется и так на 2900, на 3000 среднего урона при 70% побед он играется. Вот. Поэтому я считаю, что все-таки иногда можно делать исключение для того, чтобы показать потенциал каждого из тачек. Не надо растягивать это на 2-3 реплея. Буквально по одному. По одному реплея на каждый танк. Надеюсь, вы мне поддержите. В общем, как я и обещал, пацаны, почему-то на ВЗ-113 я лечу вперед. Насколько кайфовое снаряжение, динамическая защита у этого танка, это вы себе просто не представляете. На тебя смотрит какой-нибудь Е-100. На тебя смотрит какой-нибудь танк с еще меньшей альфой. Ты прижимаешь динамическую защиту, и вместо 640 вылетает 450 в тебя. Каково его удивление. Ребята, это от этого невероятно сильно подгорает от противника. 100%. Здесь я, конечно, уже пожалел, что сюда приперся, потому что, ну, как бы внезапно появляются сразу же 3 танка. И всего-то, что нужно было им сделать, это упороться на нас вдвоем. Все, до свидания. Ребят, начало боя. Как вы думаете, какое состояние у стримера? 0-2. Конечно же, уже полыхает. Непонятно, кто сейчас нас еще объедет. Потому что, ну, мы два тяжа видим здесь, два тяжа там, а остальные где? А где остальные? А никого нету. А непонятно где. Никто не светился. Поэтому здесь с тайпом 71. Кстати говоря, ему респект за то, что он тут тоже выстрел, и он, по-моему, выживет. Вот. Нам остается только здесь каким-то образом сражаться, пробовать противостоять врагам. Специально подождал, пацаны, пока он починился. Для того, чтобы поставить ему его второй раз на каток, и чтобы выбить ему ремку. Вот. Вроде как. Я так посчитал, что даже с тем учетом, что у Бабахи сейчас поражат адреналин, я успеваю выдать тычку по Чифу. И, аллилуйя, что не было попадания, потому что именно в тот момент, когда я хотел поставить его на каток, он развернул его под прямым углом. Но, как писали ранее, Чифтен в Азе пробивается в каток даже под прямым углом. Гусь, кстати говоря, у нас возник спор. Гусь не всегда пробивается. Как показывает практика, Чиф в основном всегда. Вот. Ладно, 661, 670, там 700 должно скоро вылететь. В итоге мы имеем 3300 на нашивке, потому что не засчитывалось еще подгорание Бабахи. 3300, я думаю, блин, капец, 4 танка противника. И еще есть по кому понастреливать. Там еще должны быть тяжелые танки. Ну, практически в полном состоянии, так скажем, в полном состоянии ХП. И посмотрите, какой же это кайф. Ребят, этому танку, если разработчики, когда они посмотрят это видео, разработчики, пожалуйста, добавьте 1 УВН этому танку. Но даже вот в таких ситуациях, когда ты на верочку должен давать урон, у тебя не получается этого сделать. 1 УВН. Я думаю, что слишком сильно геймплей не поменяется от этого. У этого танка, если добавить больше, чем 1 градус УВН, сразу появляется достаточно эффективная имбовость, если можно так выразиться. Ребят, у него есть обалденные углы переведенки. Этой самой, ну, рубки в корпусе, да? И если ему сделать из 6, там, да, сейчас 8, ребят, ну, сорян, но он будет играться просто как бешеная табуретка. Я вас уверяю. Ну, этого я не прошу, но сделать так же, как у 268, я думаю, что можно. В общем, я помню, что где-то тут должен ползти Т57 Хэви. Где он ползает, непонятно. Ехать сейчас на Хэви, который стоит в кустах, очень опасно. Ну, потому что, как бы, по моей теории, второй Хэви сейчас должен уже готовиться раздавать барабан в мою корму. Ну, да, он меня не забирает. Ну, а зачем мне рисковать? У Вазы не все хорошо с боеукладкой, и она частенько будет вылетать. Поэтому, ну, лично я предпочел немножечко посевить свои ХП. Ребят, в этой карточке, как вчера мне написали на стриме, меня даже не поцарапали. Насколько же это кайфово чувствовать себя уже заведомо в выигрышной ситуации, когда ты понимаешь, что ты затачишь. Ну, вот ты видишь, что происходит? А если бы я стрельнул? Все, до свидания, эта карточка была проиграна бы. Вот, здесь, слава богу, хватило у меня немножечко все-таки углов для того, чтобы выдать по нему фугасом. 5, 899. Прожми ты адреналин. Чего я жду, пацаны? Чего я жду? Почему я жду адреналин? Непонятно. Адреналин есть? Зачем я его жду? Кто бы только знал. Самое печальное, что могло бы произойти для меня здесь, это если бы хэвик сейчас был с тремя снарядиками. И если бы он начал меня пробивать, ставить ноготок, выносить боеукладку. Все. Ребят, и один, и второй бой были сыграны максимально с кайфом. Ребят, я не могу сказать, что для меня WZ-113 полная замена объекта 268, но факт заключается в том, что ваза мне нравится больше. Иногда, возможно, я буду катать и на объекте, но ваза для меня играется круче, эффективнее и более стабильно. Так что, пацаны, делать вывод вам. Я рекомендую сейчас, если она у вас продана, восстановить, поиграть, попробовать и написать мне комментарий после, ну, спустя какое-то время, после нескольких десятков, возможно, каточек. Народ, у меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Постави лайк, ну и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok